На этой неделе в Уфу прибудет более 10 тысяч гостей со всего мира. Безусловно, для того, чтобы их достойно встретить и провести саммиты стран-участниц Шоссе-Брикс, в нашем городе многое изменилось. А как повлияли эти масштабные события на жителей столицы Башкортостана? Все эти моменты, которые идут обсуждения по международному развитию и по международному отношению, они, конечно, очень важны для нас, для нашей страны в первую очередь, для России, для Башкирии тем более, потому что мы в составе. Ой, город-то какой красивый стал! Уфа стала очень красивая, очень много нового всего построили. Ну, самый главный парк, который напротив огней Уфы находится, то есть там хорошие беговые дорожки сделали, я там по утрам бегаю, ну, соответственно, мне там нравится стало. Я думаю, сделали бы рано или поздно, но, возможно, саммит он поторопил все эти события. Вчера гуляла по центральной части города, так мне очень понравилось, что люди ходят, смотрят делегации, молодые и сами, и понимают, куда идут, зачем идут. Значит, им комфортно здесь, значит, им удобно, это приятно. Ну, пока не знаю, но я завтра буду вот работать, я проработаю в презент-отеле. Все гости у нас, там, китайцы. Режим усиленный, да. Я работаю там в прачечной, так что все на нас лежит. Ну, вот у меня молодого человека отправили в административную неделю, вот речный апорт. Мы работаем, мы не в отпуске. У меня скрининг второй должен был быть по беременности, 33-ю поликлинику закрыли, перенесли. Такого, чтобы принудительно не было, не слышал. Везде сотрудники милиции, полиции стоят. Ну, по крайней мере, говорили, что они там будут документы приставать, там, ну, проверять, приставать, но такого нет. Полиции много, ну, что сделаешь? Ну, народу много, чужие приезжают, поэтому здесь к этому нужно относиться так, спокойно. Даже такое ощущение, что вроде бы машин меньше в городе, но не знаю, с чем это связано, с этим или с этим. Ну, то, что в Затоне пробки пропали, вот это да. Ну, я думаю, что транспорт чуть-чуть сократили. Все открыто, мы даже сейчас до телецентра доехали, но не за самого, там, мимо, никто не тормозил, все нормально. Мы ходим в основном пешком, и нам как-то не по боку это. Последние, простите, 6-7 лет у нас было, чтобы у нас не было пробок. Дождь идет, пробки. Утром едем на работу, пробки. Наверное, сейчас страдают те, конечно, кто живет за мостом. Я верю, что, искренне верю, что они страдают. Два раза в сутки. Дороги как? Я ждем и езжу сюда, ну, как-то не было пока еще этого. Я езжу по центру, спокойно все. Так что, если есть какие-то разговоры, ах, все нехорошо, все плохо, это все ерунда. Субтитры сделал DimaTorzok